Доброй ночи, друзья! И вы возвращаетесь к просмотру нашего замечательного канала и, конечно же, просмотра замечательного турнира, самого лампового турнира в мире Counter-Strike Summit. Но у нас небольшое обновление в студии, так сказать, именно освещение данного турнира. И к нам присоединился человек, которого уже окличили, так сказать, знатоком Мау Спорс в предыдущем матче. С чего бы это? Не понятно. Ну не знаю. Тут даже нет никаких связей, на самом деле, между Сергеем и командой Мау Спорс. Действительно. Ну что же, у нас матч, который мы сейчас будем смотреть, притягателен, интересен. Ты тоже только пришел? Я не считается. Я такой, я никто, как бы. Димончик, фланги флейм. Да бабочки сюда. Хороший человек. Если что, это чай, а я чуть-чуть кусочек сахара, допустим, иногда. У нас, мне кажется, лайв сразу. Да, у нас лайв, и это пистолетка ВП. Бегут бразилы заносить, короче, взрыв-пакет. Вот это выключение, кстати. ВП нет дефузов. То есть, мне кажется, что бомба может взорваться. Нет, но мне кажется, что взрыв-пакет как минимум поставят. Вот 100 из 100 вообще он будет установлен здесь, это без вариантов. Там делают 2D у нас ВП, немножко поговорим о КСе, пока Вета ледит. Вообще замечательно. Они ставят сейчас бомбу, команда ВП отступает и просто сейвит себе 5 арморов. Действительно? Похоже на правду? Вообще отлично. Тут показывается, что... До взрыва может не дойти такими темпами. Да, до взрыва может не дойти, взрыв-пакет занесен. Тут Вида очень круто разбирается. Да, он взорвал. И сначе надо сейвить, да. Но он сейчас немного постреляет по игрокам, поймет, что у него заканчиваются патроны. Но он не особо планирует сейвить, за ним погоня. А его не хочет уходить. Анлуку. Да, не успел у нас бомба взорваться. Ничего страшного, первый раунд за командой из Бразилии. Вы знаете, ну как бы Фурия тут типа андердог, потому что, естественно, команда играет с тренером. Но Фурия играла с Гуэри важнейший для себя турнир, а именно МДЛ за выход на ЕПЛ, если я не ошибаюсь. И она прошла эти отборы с тренером. Да, еще стоит напомнить у нас, друзья, что на Фурию сейчас коэффициент все-таки поменьше, нежели на команду Виртус Про. Они сейчас после первого раунда особо не совсем андердоги. Ну, 1.75 на 2.01. В принципе, ловите момент, друзья. Пауза, кстати, после пистолетки сегодня уже такое было у нас. ВП опять мутят тактическую после пистиков. Это у них уже традиция. Не было времени обсудить как бы... В ЛА слишком круто и много мест, которые надо посетить. Как бы по игре особо не успели, видимо, пообщаться. А может и в игре они начинают ставить паузу. Так, ребят, куда пойдем? Сегодня после матча. Ты стол забронировал на 6. Януш, я же тебе говорил. Мы быстро сейчас играем. Я думаю, что они переписываются с Фурией и узнают адрес Фога Дачао в ЛА. Вот Денис поймет меня точно. Ну, не суть. Фурия... Я говорил, что Фурия с тренером играла очень важные турниры уже. И там парень не пальцем делал совсем. И они могут нормально с ним играть. Да, Фурия как бы и стреляет серьезно. Как бы тут может даже не дойти до тренера, вот в чем дело. То есть ты думаешь, что настолько жестко? Да. Я могу быстренько, конечно, задвинуть историю про Снакса в Моу Спортс. Ну, тут пора бы уже. Мы играли третью карту с Фейс за выход из группы на Елиги, Десайдер, ввели 6-0, Снакс нажал таб при тайм-ауте Фейс и сказал, парни, с вами приятно иметь дело. Мы обратили внимание на таб, а у него было 0-0-0, а ДР-0. То есть до него не доходили люди, в принципе, на карте. Говорит, парни, с вами приятно иметь дело. Нет, то есть может Гуэри будет играть так же, просто мальчики его будут бегать и разносить всех по карте. Ну, в ЭП-карту-то у Моузов отжален. Надежда на выход из группы у них появилась. Так, у Фурия начинаются отключаться игроки по одному. О, все, понеслась вода горячая. Короче, тут сейчас будет 10 часов задержки делаться рестор. Хотя в матче Моуспортс рестор сделает рот. Просто так, потому что, видимо, стало скучно. Да, то есть админы там вообще нормальная тема будет. Ну, админам весело там, наверное. Жалко, конечно, все-таки они не в доме играют. Да, жалко, что не в доме. В доме было всегда прикольно. Ну, по крайней мере, это было очень антуражно. И понятно, что командам все-таки в студии поудобнее играть. Ну, возможно, на самом деле это тоже может быть фактором, что команды... Ну, серьезнее в любом случае подходить к этому делаю. Это понятно. В офисе уже как бы не так весело, уже можно поиграть в КС. Ну, да. Короче, какие ваши предикшены? Я вот пока лежал, вас смотрел. Мы их смотрели, если что. Да, Ветель вспомнил прошлый саммит. Я говорю, что Моуспорцы Г2 выйдут в финал, и все. И Г2 выиграет бронера. Пофиг тем счетом, кто выиграет в финале. О, нам наконец-то показывает команда. Смотри, как Кубину весело. Кубину. Я пока не могу сказать, с каким счетом Г2 выиграет в финал, потому что я не видел матча Г2. То есть тогда я увидел одну карту Виталия, сказал, ты команда выиграет в финале 2-0 Ликвид. Вот все, точка по культу. К ним в офис зашли, что-то говорят. Ну, Кубин на стиле, чисто. Да вот чел читает книжку. Книжку, да, читает. Нормально. Не, ну вообще, вы же видели, как... Обращали внимание? Смотри, это админ или тренера еще одного взяли? Я думаю, что это... Вы же видели, как Гуэри? Тренер-тренер. 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 Тренер-тренер ходит все время, что-то записывает каждый раунд жестко там. То есть ему надо и играть, и записывать, как вообще непонятно. Не, будет жестко, если они взяли еще тренера одного с собой какого-то. Ну, в ЛА можно и взять. Ну, да, чтобы доходить за компанию. Я уверен, что они и так живут где-то в этом штате, но они могли как бы друга из Бразилии просто подвезти, потусить с ними на неделю. У них там в ЛА на самом деле весело. Столько команд живет в ЛА, что... Там минимум, да, 6-7 команд живут. Они свои тусовки могут устраивать на саммите. Свой саммит. Они и устраивают свои тусовки. Я тебе больше скажу, ты прикинь, там какое-то, я не знаю, ну, Рождество или какой-то праздник, что происходит на улице, где живет команда Мибр. Не, ну, сейчас Мибр, мне кажется, не так уже весело им. Там уже ребята на спорте, как бы колд ушел. Уже как бы пати-тим уже не то. Да какой пати-тим? Там есть Зевс, есть Така, есть Лукас, Хенни, они все живут рядом. Уже нету Лукаса. Это не имеет значения, они живут, все рядом. Жили. Сейчас непонятно. И живут сейчас тоже. Ну, одного виза нет, он как минимум не там. У кого? Ну, почему не играет Хенни? А, у Хенни нету визы? Да. Так Хенни тоже нет? А, это вместо Хенни играет. Я понял. Ну, тогда-да, тогда дела плохи, реально. Это еще вместо... Ну, все вообще классически. Одна команда вместо Авика послезала тренера, другая команда ютубера вместо Авика послезала. Авики вообще как бы не котируются, по сути, на все. Вообще полностью не котируются. Блогер! Авики! Подходишь. Да-да-да. Не, Гри, тут прикольно. Самое прикольное то, что вот все три команды, которые играют на турнире сейчас с заменами, Фурия, Мибр и Маус, имели опыт выступления с заменами, причем очень успешно, все три команды. Да, Мибр и вообще прошли следующую стадию с тренером на мажоре. Какой-то непонятный поджиг. Тут видишь, ВП, вот ВП все это время планировали вот это, запушить мидл. Под УЗ-шку Веги, честно. Да, ну тут его больше никто не прикрывает, как бы на него забили и все. Запушить ТРС, найти бомбу. Но... Мак-10. Но Мак-10 и Веги. Вот тут Ксерата на хэдшоте. Ксерата, кстати, частенько прибегает вот сюда после заходов на и разваливает кабины просто четверым людям обычно. Я такую картину наблюдаю частенько. Так, бомбу забрали, бежит на тренер, говорит. Что там делать? Братан, даю смок от Перемки. Смотри, тренер точно даст смок от Перемки. Я уверен. Ну, конечно. Красава. Даю смок от Перемки. Что? Короче, но идея была... Он красавчик, реально. То есть, вот обычный... Он чисто играет на своего челика. Может бы об этом не подумал. А вот дал бы смок от Перемки флешку и Ксерата бы красиво все сделал. Надо было просто пропрыгнуть дефолт, если не вычитать. Ты знаешь, я думаю, что Ксерата все равно возьмет этот раунд. Там тип спиненчий очень близко уже, он не будет ждать, скорее всего. Но он вроде закрытую поставил от ямы. Чекает, чекает. Тайминг. Успел спармиться. Тайминг наше все. Counter Strike. Ну все. Наверх летит? Этот его чекнет. Кто этот там. Да, но только вот не перестреляет. А что происходит? Что делает Веге? Эх. А Веге делает минус 4. Маймус 4? Короче, в Virtus.Pro у нас берут 4. И это прекрасно. На самом-то деле. По-хорошему, Фурия не очень хорошо играла в атаке в полном составе, но очень хорошо играла в дефенсе. И тут вот просто мне интересно, сколько Фурии набрать в этой атаке, чтобы побороться. Ну хотя, опять же, в дефенсе у них теперь нет авика, но я не знаю. Хотя там же есть Арт, да? Или кто там, кто в Фурии играет? Арт. Арт может с ВП пострелять. А может Гуэри тоже может с ВП пострелять? Возможно, не все могут пострелять потихонечку. Потихонечку. Нет, ты знаешь, я думаю, что ВП победа над Маузом на Vertigo дала очень много. Нет, это 100% дала какую-то конфиденцию, вообще веру в то, что они могут... Не, ну Миху, если бежит вот так миддл пушит в тупую, то как, что тебе еще... Да, то, что с ножами там люди бегали на Vertigo. Да, да, резали там пацанов. Но сегодня, кстати, точно так же Робс атаковал команду ВП успешно. Ну и, видимо, Миху решил, что стратка-то рабочая. Для чего поддержать, да, просто сия момент. ВП вообще, на самом деле, очень стратежная команда, но у них настолько много стратегий, что они, короче, все их криво делают. У них делают криво, они не обсуждают более важные вещи. Вот мы видели в предыдущей игре, когда играли в ВП, что у них там какая-то суперраскидка на разобран, туда-сюда. А что делать после этого, люди вообще не обсуждали, скорее всего. Да, куча раундов 3 в 3 проигрывали. Ну, может, наигрыша нету. То есть, это же другая история. Обсудить-то ты можешь все, что угодно. Опа! И как нить сгорел до конца. Нормально, как нить. Они же его должны были услышать. Ну да, услышали. Слышали, но это был... Это кто? Это Винничек. Пять в ноль, просто без шансов. Веги. Веги. Ну, теперь ВП должны, на самом деле, набрать себе экономику и зарыть их примерно так 11-4. И все будет нормально. Я очень жду матча Г-2, на самом деле. Для меня это единственная интересная команда на турнире, потому что они провалили свой прошлый турнир очень сильно. Они провалили ЕПЛ. Они проиграли там очень досадный матч для себя. Я напомню всем зрителям, что Г-2 выиграли 10-5 за атаку на трейне, ведя 1-0 в серии, взяв пистик за дефенс и ведя 12-5 на своей карте. Это был их пик. Против команды АТК проиграли эту карту и проиграли серию. После этого и вылетели с турнира. Тильтанули чуть-чуть. Они почти Астралис обыграли. Да, то есть, ну, вообще, команда была готова к ЕПЛу, явно это было видно, и умудрилась запулить. И этот турнир они обязаны выиграть, потому что конкурента нет. Ну, Моу Спорт. Ну, Моу Спорт. Даже с заменой хороший конкурент. Да, понятно, что выиграть вообще на турнире может кто угодно. Я про то, что нету равносильного конкурента, но объективно его нет. Сейчас молодой в мебрах. Это подарок, понимаешь? Ну, это да. Это подарок, и такой турнир команда в полном составе обязана просто забрать в конце года, для того, чтобы в следующем году, ну, как бы войти в следующий год в нормальном настроении. Что ЕПЛ, мол, был досадный, не дай разумеет. Джеттл, они как бы уже давно показывают, что в один день не могут прийти. Я уже говорил об этом. Типа, сыграть очень круто, там чуть не выйдет, остается второй день прийти, и вообще не будешь понимать, что это за команда. Год вам? Да. Очень рандомно все у них. Ну, да. Включали, кстати, трансляцию. Их, ну, на ЕПЛ. Ой, че-че. Хороший клип. Красиво. Ну, вот это вот... Это было лишнее. Но вообще Гури разменяли при занятии Медла, так что это нормально все. Три в три, отличный размен для Фурии. Да, хороший размен для Фурии. Заигрались чуть-чуть, на самом деле. ДП. Ну, значит, я должен забирать два человека без шансов. Ну, с пятью ХП, кстати, без шансов. Туда лезет вот этот человек вообще. И все, рассыпали, знаю. Я ничего не понимаю теперь. Почему... Как бы, почему Снэч не мог просто с авиком взять своему чулу ковры, а другой не мог взять ему перемычку с дефолта, и все. Как они и стояли. Каждый сам за себя. То есть к делу и это... Да, кстати, продолжение темы Г-2. То есть это команда говорит на родном языке, и каким образом они не договорились в этом моменте, это реально непонятно. При этом Г-2 я слышал, как разговаривают Г-2, даже сейчас, после уже определенного времени. И там очень тяжело с коммуникацией. То есть если сравнить их коммуникацию с Маус или Фейз даже, то там на три уровня ниже команды. Нет, ну, понятное дело, что за такой короткий период времени они не будут разговаривать так, как разговаривают Маус и Фейз. Потому что Маус и Фейз сколько уже лет играют и разговаривают. Нет, это дело в принципе, но в уровне... Ну, там вообще как бы уровень... Там люди, которые вообще до этого на английском не разговаривали. Да, это очень... Там будет очень долгие становления процесса коммуникации, как минимум. СНАКС. Чисто Рэмбо, все гранаты, киты, арморы. Киты, арморы, как в 90-х. АК. Все, это сейчас пол. Ой-ой-ой. Ну, надо было дожать, а что ты не дожал-то? Услышал он его. Развел топа там, развел. Красиво сыграл. Да, развел только. Серато красиво сыграл, только почему СНАКС все равно с гранатой в руках был? Ну, он услышал, что он упал между и хотел ему Хае дать. Между. С правой кнопки там. Дидидис. Ну, ты понимаешь, да? Ну, это же СНАКС. Ну, как бы гранаты, Януш, это... Ну, гранаты, Януш, это... Аконинг-Ду. Аконинг-Ду. Короче, пахары запулил раунд. Прыжком своего... Прыжком ковры. Занял борт, так сказать. Занял борт левый или правый. Да не, на самом деле сейчас вообще, я не понимаю, почему не обудится эта тема еще. То есть, как бы, сейчас, после, там, не понял, какого апдейта, баг, то, что ты, если сидишь в смоку, ты видишь раньше человека, он рассеивается, прямо если внутри его. Есть люди, которые этим сильно пользуются, я там видел колд обузел эту тему сегодня на бласте, но не все этим пользуются. Доставай нож. Ну, камон, ну, почему? Красиво, так, красиво. Ну, летит. Ну, можно было сделать еще лучше, и тут у него, по-моему... А-а-а, чуть-чуть не хватило. Эх. Ну, тут опять две палки. Опять два в два. Палки-выручалки. Палки, ну, в прошлом раунде были не выручалки, но сейчас, да, может быть. Есть инфа, что красный надали Панявик с флешкой есть у Винни, должен накинуть будет на катерез, под нее должен будет с ковровки в очоку выйти. Ну, вообще, ты видишь, насколько, как бы, структурно даже с тренером играет Фурия? То есть, я прошу заметить, что Ксерата остается в пятом клатче подряд живым. И это все построенная игра, как бы, от роли, типа, и так далее. То есть, это не люркер под Б, это просто так, построенная игра. Ну, я прошу вас. Чисто Вальдемарса, где я там люрковал. Ой, Вальдемарс, кстати, даже плотно люрковал. Как вам вообще игра ОГЭ? Я, конечно, слушал стримы, смотрел вас, но вот вообще... Ну, типа, надо было хоть интересно смотреть, в том плане, что реально какие-то крутые логические идеи были, реализованные на Мираже. У нас же был полный паблик вообще, который бегал, непонятно, чем занимался. Ну, а все как будто ждали сразу результатов от команды ОГЭ, интересно. Нет, ну ты понимаешь, одна команда играет... Нет, нужно проиграть по-разному. Которая должна на такой карте, как Мираж, просто разрывать, на самом деле. Мое мнение, потому что там состава Firepower не хватает сразу же, со старта. Firepower не хватает. Нет, там Вальда и Иса, понятно, что все ок с Firepower. Нет, ну один. Так-то Иса, если на пике своем будет, и Вальда, понятно, дело, что это может быть все круто, но... Ну, Алекси, НБК там один к одному. Ну, это ролевые игроки больше. Ну, короче говоря, этой командочке нужна структура, да, которая пока нет... Тем временем у нас 3-3 уже. А, да, поравнялись команды. ВВП красиво пулят катушку. Успешно, я бы сказал. ВВП еще не все потеряно, пока временами еще есть шансы. Но там поджал ковры вроде кто-то. Да, там, по-моему, как раз... На борту, человек-борд. Вот он, вот он. Нет, оснащил этот раз. Обозначил свое присутствие, так сказать, и пошел дальше, чтобы все по-честному было. Ой, ой, топнул, что ли? Или увидели? Нет, заметили, скорее всего. Ну, как бы тут... На секундочку позже он бы просто собирал капот. Так, ну нас тут сейчас Снакс будет собирать походу. Недолго. И тут же... Я вот говорю, хэдшот как бы тут не пропал, тут все на уровне. Перестреливать, думаешь, просто было сейчас? Ну, это единственное, что они могут выехать. Ну, это единственное, почему была пикнута карта Мираж. Потому что тут можно ходить и стрелять в голову. Вторая какая карта у них? Нюк. Вп взяли. На нюке, ну, тут да. Но там тоже можно ходить и стрелять в голову. На нюке посложнее будет, мне кажется. Раскидка улицы. Пошел под Б. Ну, посмотрим, пока у вас померится. Пока борьба, да. Пока у нас ровненько идут. В принципе, сейчас Эко должны собирать фурия. Будет 5-3 у нас. У нас опять лезет на борту там. Нравится им на борту стоять. Ну, а так, кстати, прям контроль карты делает, бомба на респе. Бомба у них, кстати, вообще не берется с собой никогда. Вот, когда два клачи оставали, всегда кто-то из терров бегал за бомбой в терресп. Ну, тут инфу дали, минус сделали. Ну, вот, Мичу чекнул с шарта, шо там. Причем, интересно, ВП тоже по всей карте разбежались. Хотя у них там пистики, казалось, вообще без ничего. Ну, да, обычно занимают опору. Ну, дисциплина очень хорошая. Сейчас у бразильцев, на самом деле, вообще не позволяется лишнего чего-либо. А что там у нас по экономике? Ну, Каман ДВП, по-моему, на следующий раунд все будет хорошо. Посмотрим еще один девайс на раунд. О, кстати, заметит, не заметит. Это сейчас. С ковров-то выйти. Хороший день. Только что. Ну, ладно, у нас у нас офтоп внезапно произошел с Федей. На какую тему? Да. Я не могу раскрыть эту тему. Эх. Ну, я видел. О, нож! Нож! Неплохо, неплохо. Ладно, там дальше уже продолжить не получилось, конечно. Но он просто его порезал. Зря это сделали Virtus.pro. Теперь у нас сейчас реально охота на карты. Я вам отвечаю. Разозлили, думаешь? Сейчас просто за тренера мальчики начнут такие вещи вообще делать жестко. Орать короля. Боя короля. И бежать с ножом. В живую причем. Нет, ну, ни комнаты недалеко, в принципе. Верили этот матч? Кто же это играл? Dream Eaters на миноре против команды КНГ. Где орал Зонер? Да, Зонер кричал там жестко, типа, на этих Челов. Ну, в итоге Dream Eaters выиграли. Насколько я помню. Но на второй карте Dream Eaters тоже жестко вели. И бразильцы в итоге от Кэмбэшили там Челов встал и показал ему, типа, я от тебя. Все. Просто. Там Кинг Вито Корлеона. Бразильцев прикольно резать, потому что они просто вскипают после этого. Я помню Колды, когда Найи пытались зарезать в будке на Кобле. Он там встал, орал, потом просто вбил ракет. Это опасно. Я говорю, это чревато реально. Это очень опасно. Так, ну тут у нас уже начинается девайсный раунд команды Virtus.pro. Девятый. Хэдшот летит. А хэдшот летит, но Гуэри вон просто разрывает, ты видишь? Бомба на респе, 2-2, как бы такое. Классика. А ситуация классическая, Ксирата жив. Ксирата уже не жив. Он просто оказался не в том месте. Тут ПХР пытается перехватить Гуэри, инфа будет. Да, он его видел. Инфа дана нам. Но тренер как бы тут не рассчитывает взять раунд. Особо. А что он рассчитывает? Поставить бомбу для команды. Братан, а он рассчитывает выйти и дать просто две однушки. Серьезно, это плотный... По тренерской книге? По тренерской. Смотри, что сейчас будет, как красиво всего. Сейчас он выйдет в шифтом и даже стрельнуть не успеет. Авик промахивается. Ну, смотрим. О, промахнулся. Так у нас, Федя, был более... А вот что ты мне теперь скажешь? Это был очень жесткий чек плечиком. О, одну, одну. Ну, было красиво. Ну, бомбу поставил. Хотя по нему революбата была. Тренер, он же рассказывает, понимаешь, пацанам, вот ты идешь, там в окне может быть окна, чекнуть плечиком, потом выходить. Красиво. Ну, что ты бежишь, как лось? Лимон же плечиком. Красиво. Смотри, как умею начинается. Да, смотри, как умею. Он в этот момент еще записывал левой рукой нахуй. Подожди, как он лежал на мышке. Как постоянно. Помнишь, на Маус 2 бежать вперед? Не, он когда выпрыгнул с окна, начал ставить бомбу, уже записал такой себе плюсик. Оп, молодец. Развел айк на выстрел. Челлендж, да, типа начинает выполнять просто задачи, поставленные на турнир. Потом сам с головой бьет, что ты сделал? Блин, прикольно. Ты тренер, и ты можешь сам себя отчитывать временами. Ну, это такое самобичевание. Мне кажется, он расстрелся, когда он забыл, что он не забиндил. Да, это да. Да, вот это да. Это я думаю, что точно расстрелся. Так, где ты вышла на бомбе? Красиво. Красиво. Ой, очень красивый выход. Нашифровочка 5б. Ну и все, классика у нас в бани выбивается. Как показывает практика, выбивается. Очень олдскульно. Не, ну там, короче. Я написал тебе немножко иную фразу. На самом деле. Я не забыла отмочить в эфире. Почему это нельзя? Это не касается криворуких команд. То есть, если чуваки реально криворукие, и 2 в 2 они могут просто сделать кроссфайр против чолов с одной флешкой в руках, то, ну, сори. Тогда выбивается, да. Ну, 5 в 3, понятно, не выбивается. Можно обратить внимание, на самом деле, на раскидку. Потому что олдскульно была очень раскидка. Смог в Плэнд и за Плэнд. И плюс в Энвэй. Ну, потушенный. Год назад это юзали Форз. Но Форз ее тоже украли у Ликвид в свое время. То есть, где-то 2 года назад, на самом деле, появилась эта раскидка. Может, чуть больше. Я, в общем, давно ее не видел. Но Фурия, как бы, показывает глубину страдбука своего. И опять у ВП нет денег, и опять ресет, и печально все. Да, и коэффициенты на команду Virtus.pro начинают расти уже. 2.52 на 1.49 на команду Фурия. Ну, как бы... Не хочешь про спонсоров рассказать? Что там надо... А, мы же еще должны сказать спасибо. Да, друзья, нужно сказать спасибо вам, зрителям. Ну, и, конечно же, спасибо нашим спонсорам. Это монстр, который нас заряжает замечательной энергией. Sennheiser, производитель игровых гарнитур премиум-класса. И XPG, создатель игровых клавиатур на любой вкус. Да, у нас тут есть еще один квест, который можно выполнить. Кстати, еще в прошлый раз Вилат говорил спасибо Ненису за его настроение, да? Да. Но, в принципе, можно сейчас будет немного повышать степень благодарности и придумывать что-то еще. Ну, а пока благодарим команду ВП за то, что они показывают нам на такой замечательный один страунд. Ты знаешь, мне кажется, они не берут так. Один в четыре. Ну, подожди, остался Батя. Ну, тут SG-шкадас. Батя без бомбы. Не, Батя. Не, Бомба там. SG просто стоит и смотрит в зуме это все дело. Да, и АВик. Оп. Стребает, я забрал первого. Узнает где второй. Не знает где треть. Так можно он не лезет вообще на него? Не лезет, он тебя сожрет, да? Втроем, а он как бы отдал... О, ХЕ-шка сейчас улетает еще один. О, ну чуть-чуть не долетела. Чуть-чуть дальше бы ее пробросить. А Молик туда же еще полетит. Моликом он зафорсил человека в коврах под коврами спрятаться. Это он, на самом деле, себе не очень хорошо для себя сделал. Да и на самом деле, если просто человек на головах стоит и ждет фрозфайра чувака с под ковров, то он не берет с этого раунда. И тут пришел Януш Сайк в респе. И в ВП берут Эко, заселенным двумя или одним ганом. Красавцы. Против Маузов их вообще по карте возили. Тут борьба прям плотно идет. Ну, против Маузов, ты знаешь, я видел там такой момент, который не так часто происходил до этого в играх Мауз. Конкретно Робс, который получил МВП на очень серьезном тир-1 турнире. То есть, когда чувак каждый раунд, опорник А на секундочку, прыгает в зиг в подвал, бегает на А, пушит ковры и так далее, и кладет по два. Силушку почувствовал в себе. То с этим, ну, не важно, что ты будешь делать, но ты с этим просто не можешь побороться, поэтому тут чуть другая история. В ВП как раз тоже сделали обалденный пуш-медла. Хороший зажим. Четыре хедшота, до свидания. Четыре кила с четырьмя флеш-ассистами. Это 6-6. Показатель жесткой нашифровочки и 6-6. Плюс у Фурии закончились бабки, но пуш был-то реально хорош. То есть, они подпушили подвал и вернулись, и когда они возвращались, тиммейты отсаппортили флешками, и они зарыли еще троих там. Очень клево. Вот такие вещи я люблю реально в матче. Тут ВП поборются, Солджи поборются, и, в принципе, за плей-офф можно еще зацепиться. Да, а потом в финале, да, мы видим? ВП — это вторая команда на турнире, которая без замен. То есть, я изначально вообще, несмотря на то, в какой они форме, и то, как все их не любят, и те слухи, которые там сейчас ходят. Я бы очень хотел, чтобы ВП вышли в плей-офф турнира, потому что у них тоже есть реально шанс. ВП, кстати, командочка, которая... Так может, наоборот, стоит выиграть турик и попасть в другую организацию, нет? Нет, это понятно. Ну, по идее. Ну, я говорю, дело не в этом. Дело в том, что ВП играли турнир в V4, на котором у полного состава Моуспорт выиграли 2-0 в плей-оффе в полуфинале. И проиграли триггет в финале. И это было не так уж давно. У них чуть-чуть составчик другой был, по-моему. Составы были те же в обеих командах? По-моему, Веге пришел очень недавно, или кто-то. Нет. ПТР недавно пришел. Но ПТР может быть, да. Ну, не суть. Я говорю, в принципе, что команда на ланах именно может иногда жестко браться, если хочет. Это да. Поэтому тут... Интересно, как это все будет развиваться. Ну, пока у нас пауза была поставлена. Где мы, кстати, командой Фурии, или ВП берут такие паузы, как и после пистолетки. Я думаю, что это все-таки пауза Фурии. Это было бы совершенно нелогично. Как вам вообще результаты на Бласте сегодняшние? Ну, Фейз... Расскажу инсайд. Ладно, общался с Ника после их проигрыша на EPL. Кому-нибудь там проиграли. Хандр Тифс. Очень плохо играла команда. Ну, я как бы ему просто написал, что, мол, братишка, надо как бы забраться. Ну, нехорошо. Он сказал, что они на Бласте постараются сыграть лучше. Но не получилось. Вчера против НИП, а остальные две команды, с которыми они еще не играли на турнире, Гуэри вырубает при этом Веги, который пушит ковры, непонятно зачем. А на Бласте-то остались как бы команды, с которыми они не играли. Это Астралис и Ликвид. А они уже Нипам 0-2 проиграли. То есть это... Ну, они с Ликвид играют в следующую игру, и вторая с Каллиси опять. Если они каким-то чудом играют, будут играть с Каллиси с Нипами. Я думаю, Астралис завтра закроет Нипов. Ну, Астралис закроет Нипов, понятно. Я просто говорю о том, что это говорит об уровне команды в данный момент. Фурия при этом расползается спокойно по карте, теперь сплитует А, раунд должен заканчиваться без потерь. Ой-ей. Всех, кто не убьет. Не, ну и там действительно как. Произошел красивый португальский сплит. У нас есть тема испанского сплита. Испанский слим это сплит, это известный вообще. Вы знаете, что такое? Расскажем по фастику, что такое испанский сплит. Испанский сплит — это когда все круто, это сыграет нереальный дефолт, все жестко, потом за 20 секунд до конца раунда сплитуется любая из точек, а бомба оказывается на распе. А это был португальский сплит, красивый, с бомбой. С бомбой, да. Апгрейдженный, так сказать. Апгрейдженный, все по таймингу, все красиво. Люркера в мидл запустили, зижок поймали, ковры четенько при келе вышли. Ковры там сами погибли, все нормально. Не, ковры сами погибли, а потом с ковров выбежали вдвоем, просто зарыли КТ. Все круто. Хороший счет для Фурии, наверное, за КТ. Должны добирать свои 7-8. Ну да, ну я говорю, что тут, видишь, позиция авика, то есть им придется свапаться, скорее всего. А это... Опа! Крис Джай! Раз, два. Это Януша Крис Джай. Януша посмотрел уже в Нью-Йорке, когда ты... А Януша смотрел с соседнего монитора в Нью-Йорке. Причем мертвым будучи. Поэтому он точно посмотрел. И как мы видим, успешно повторил. Да, точно повторил. 8-7, Virtus.pro, первая половина. Ну это плохой счет для ВП и очень хороший для Фурии. То есть вот те три раунда, которые Фурия подряд взяла, она была в меньшинстве, и ВП там были в выигрышной позиционной ситуации каждый раз. И каждый раз раунды проигрывали. Ну тренер, смотрите, по счету вообще не выпал. Нормально. Так тренер я тебе говорил. Тренер они всегда как бы... Я еще посмотрю сейчас быстренько его АДР, потому что я на самом деле думаю, что там и с АДРом все окей. Так, тренер Фурии. Ну, с паузой, наверное, минуты две между половинами где-то. Да, хочется опять увидеть экран с командами, камеру. Не, АДР все-таки 45. Это ничего страшного. Я вообще просто открою статы Гуэри. Давай. Что-нибудь интересное. Интересная инфа. 0,96, по-моему, у него там рейтинг был. Ну, нам пока хайлайты здесь прокрутят еще первой половины. А, last three months. Last year. Поехали. Так, значит, у Гуэри всего-то минус 10 киллов из 150. Ну, то есть статы 0,90 там, что-то там. 0,96. Почти, почти единичка. А, тихо надо, они выиграли, что-то напитал пройти. А, я пайл? Да. Ну, вот сейчас посмотрю, матч из Гуэри. All maps, all matches. Big matches. Не помню. Ну, короче, у Гуэри 42% головы из 150 киллов, что, в принципе, ок. Ну, неплохо. И ДПР 62, что тоже, в принципе, ок. 10 карт сыграна и... Ну, один к одному настреливают. Один, ну, то есть, да. Нормально. Это хорошая. Плечико Mavic разводит. Все нормально. Вот, я сейчас даже открою матч. А, простите. Чего там? Значит, фурия. Фурия. Сгуэри. Уничтожила. Виталити 16-4 на Инферно и 16-10 на трейне. Это какой чем? ML. Лан. 2-0. Вот это показатель. Да. Фурия с Гуэри. Тут проиграла, походу, спрут на том же МДЛе, да? Да. Сигнулярити фурия обыграла. И фурия... Это когда было? Чифс. Вот фурия обыграла Чифс. Это все МДЛ мировые финалы. Понял? Фурия обыграла Чифс. Но это явно не эти МДЛ поединения. Потому что в Италии тебя не ездили. Это было в седьмом месяце. Это было в июле. Ну, да. Ну, не сейчас. Понятно, что не сейчас. Но в прошлом сезоне. То есть у нас начинается, кстати, вторая половина. По итогу, как бы, ну, реально... Мэпс Вон с тренером, знаете, какой Винрейн? А, я помню. 9 из 10 гард. Я помню Виталити. Это чем? Они, по-моему, фанялись на этом чемпионате бегали. Ну, как? Потому что они там что-то переиграли чемпофу, стали. И просто там бегали с дробошами, бизонами. Ну, они вышли, но все равно. Это не имеет значения. Ну, не, они фанялись, когда уже вышли. Ну, да. По сути. Так, ну что по пистолетке у нас? Ну, по пистолетке, я не понимаю пока, что делает Virtus.pro. Винни в окне у нас играет, прошу заметить. Так если он будет Савичем? Нет, не сплит-б. О, это минус-бомба. Это минус-бомба. Сират уберет диффуз со смоком. Вот парни, как бы, и у тренера. А, просто он гранаты брал диффуз. Да, и у тренера как бы диффуз со смоком еще есть, чтобы было. Ну, тут ВП очень красиво растянули, на самом деле, Фурию. В итоге будет ретейк, а там чел в яме, да? Да, это арт. Ну, вот Козырь единственный, который есть у Фурии. Не, он так же без армора. Увидел две спины. Ну, он попробовал пострелять. А, неплохо. А, есть минус. В Фурии три человека без армора. В пистиках. Новая метра. Такое редко увидишь, очень. Топ. Вот это прыжок был, кстати. А прыжок-то Вера? Ты кому-то не засчитала тренеру там? Тренеру там совсем не засчитала, да. И вот эта без армора начинает аукаться. Два красных, на самом деле, раунд могут взять ВП в теории. Они вдвоем идут в КТ. Очень хороший здесь кроссфайр. И не проверят. А второго не проверили, да? Да. Но в итоге нужно будет перестреливаться уже с двумя. Тут пять ХП просто у нас игрок. Юрих красиво продался его просто и все. Да, ну что? И важные 8-8 киберуды с Афурия. Да. 8-8. А теперь надо будет перед самым танцевать. Фурия берет очень важные пистики, я считаю. Да? Два пистика взяли, Фурия получается. Получается так. Получается так. Очень важные пистики берет команда Фурия. Да, вот тут пишут на МДЛ. Организаторы отказались переносить финал. И в полуфинале Виталити решили запулить. Такая история. Пофайница, да? В чате очень много. Отлично, она пусть пулит. Вообще, если любая профессиональная команда пулит, матч, который официальный. Не доказуемо. Нет, ну в принципе, если она его пулит, то не хочу говорить слишком плохих слов о ней, но я просто о лени. У тебя есть фанаты, которые за тебя болеют, если ты пулишь матч, который стримится и который что-то решает для другой команды, возможно, даже если не для тебя. Инфа из чата, инфа из чата. Инфа из чата. Иногда это просто делается в пользу будущего. Не, ну тут информация в чате вообще интересная. Люди начинают сравнивать Гвардинами с тренером команды Фурия. И угадайте, в чью пользу это сравнение. Это хейтерки. Да, это те еще хейтерки проснулись. А может еще не ложились, кстати. Все-таки достаточно поздние эфиры. Может, чтобы проснулись. Чтобы в 12 часов взять и похейтить Гвардин. Я помню, у меня было время, когда я вставал в 5 вечера и ложился спать в час. И что ты делал в это время? Играл. И спал в 6 часов? Да. Это были жесткие каникулы у меня зимние, я помню. Жесткие каникулы. Отдохнул максимально. Да, да, да. Обычно такое. Что делать на каникулы? Наверное, отдохнуть. Нет, 6 часов поспать и играть. Ну это, кстати, идеально вообще у нас получается всегда. Ну и тут Фурия как раз тоже идеально встречает последних трех игроков на этом раунде. Хороший антифор, антифор, или ни одного не потеряли. Денег теперь имеется. Хорошее у нас количество. Ну вот реплей нам покажут сейчас. Это зажим с Фамаса. Ну там, по-моему, помощь была, конечно, тиммейта. Да, Юрих одного забрал. Эх. А мог красивый трипл килл оставить. Ну мы ждали хорошую дефенс от бразильцев. Сейчас посмотрим. Первый зажим. Первый бай нам. Что покажет ВП у нас? Где у нас играет? Раскидка, то же самое, что против Мауса. Не покажут. Ну да, неожиданно. Неожиданно. Какой-то выход, причем идет такой интересный. Ой, Хайе хорошая должна быть. Ну Хайе неплохая, но тут зажимы неплохо. Что-то все в блайнде. Сури под коврами. Ой-ой-ой. Тренерский зажим какой-то был сначала, я подумал. Но это был неожиданно. Отцовский, отцовский зажим уже. Как-то жестко спрей отбразильцев из этих Фамасов. Так, имеем один-в-два ситуации. Значит, если убивать с КТРСП, можно тупо топить на Б. Ой, увидел. Да, все. Ищи пока. А кто у нас там? Там сейчас перевернет тренер его. Смотри, как тренер СГ-шку переворачивает жестко. Бэм! А тренер-то неплох. Но в зуме выходить, конечно, это сильно. Так неважно, в чем ты выходишь, если там тренер. Он просто переворачивает тебя. Он просто самосат. Ты понимаешь, для него не существует авторитетов, СГ, ну ничего. Бросит, смотрит свой прицел и все. И потом орет. А он знает, что нужно делать. Еще специально спалился, знал, что на него выйду с прицелом. Не, ну он сидел там, играл на спокойном, реально. Так его показали, он прям вообще улыбается. Не так, как он обычно тренером стоит за спиной, без на нервы. Он сидит такой на чиле вообще, на полном. Так, ну тут начинаются красивые фишечные раскидки в Virtus.pro. И что, даже все попали? Конечно. Получается так. Так, не прочекали. Не прочекали. Все попали, но зачем чекать парнишку там? Не, ну по идее он должен гореть там, да? Ну должен, но там в углу. Да, он должен гореть. Ну есть молотов, который горит, есть который не горит. Янушкин, который не горит. Ну Януш красава получается. Ну ВП, как всегда, еще в старом составе раскидка красивая. Капец. Вот тут я не могу не согласиться. Даже стенки есть до сих пор, которые вот называются реально в Virtus.pro. Я никогда не забуду, когда мы играли с поляками Праг на Кобле, и они купили пять наборов за атаку. И там такая стена была. Пиздец. Да. И под мостом пятером бегут без армора. И ты просто пихаешь их. Повторчики показывают мягкого вхождения игроков команды в фуриум в состав команды Virtus.pro. Ну и коэффициенты, да. Угуэри с авиком, я вас прошу заметить. Прочитан, получается, этот момент. Замена Владислава на Угуэри? Нет, чат что-то знает в этом плане. Прям форс. Чат всегда на шаг впереди. Да. Смотри, вот... Если бы почекал, значит, его бы отстрелили. А кого уже отстрелили? Ну давай чекай. Он просто об этом не в курсе еще. Не, не пошел. Ну все, фурия как бы понимает, что... Опять вот эти раскидки, подвалы, Virtus.pro. Четыре раза не удалось, но пятый получится. Не забыли, что сначала надо на бэраунд взять, потом это начинает работать. Или это гранд фейк же. Гранд фейк. Ты там типы в яме не знают, куда им бежать. Они то назад, то вперед, то вперед. Так я говорю, у них слишком много фейков, они сами не знают. Куда бегут? МТВ-34 делаем. Смог в перимгу, там свой чел стоит, двиг, контроль. Главное себя безопасить. Януш, все, четыре гранаты выкинул. Можно бежать. Можно бежать. Да, хотя бы... Миссия выполнена. Ну хотя бы хоть какие-то размены получаются. Так, ну тренер жив, ретейки, поэтому как бы все нормально. Ну арта очень хорошая позиция тоже. Он уже давал оттуда килы, то есть в этом месте. Да, я знаю. Но позиция... Но у него СГ еще в руках, базука, так сказать. Хаешечки полетели. Опасно. Ой, что ты сделал. Ну вот и минус, кстати, ковры-то получилась эта позиция. Это баг. Тут нечаянно у нас получилось. У Гуэри есть все гранаты. А где... В перимке и на стенке, чувак. Он смог в перимку кидать, убивать одного и все. Ну вот я бы никогда не давал себе в перимку. Ну смок кинули. А смок ты вел, откуда прилетел? Тут ребята реально не пальцем вели, она очень серенка. А тут Гуэри, а тут смочок тоже есть еще. А он-то знает, куда стрелять в такие моменты. Ну так вот. Это тренер, друзья. Это тренер. Киота. Киота. Я напишу ему, подождите. Короче, сейчас. Короче, тут надо запостить. Вот вам и тренер, ребятки. Ну жестко, жестко собран. Чат точно что-то знал. Чат вообще взорвался сейчас, если что, как бы. На, в голову просто. 400 АДРчиков. На. Клатч. Ну, кстати, сейчас АВИК он отдал все-таки. В окно арта? Так это 2x-левел байта. Он показал, что он с АВИКом на B, они должны идти на B, он там с кольтом теперь их принимает. Это же как бы все калькулейтед. Ну, гениально получается. Так, ну поляки наконец-то отказались от этих выходов на А под раскид. Надоело им, да? Что-то 5 раз подряд не сработало. Самое сейчас смешное, они реально могут ходить на АВИК, потому что всегда, когда они делают раскидку, они остаются в клатч. Они остаются в хороших, выгодных ситуациях часто для себя. И они просто не могут взять эти клатчи. Да, и против Моузов. Бэйрис, смотри, слишком себя уверен, уже почувствовал, как бы на телевизор пошел. На минуте 15 уже выхожу в аркаду. Не, ну он думал, что он их прочитал. Что, это опять АРАСКИД? А тут безрастушечка. А тут фейк. МТВ-35. Ну там три бразильца на B уже, как бы, поэтому... Ой. Арт просто чуть-чуть не попал. Попал, не убил. Оптимейты всех убил. Попал. Ну это какой-то тир уже устраивается. Это был байт. Ты понимаешь, что левел байта вообще-то? Тренера запустили на мясо и встретили троих. Сначала они взяли и отправили туда тренера с АВИКом, который выбивает АП без шансов. Потом этот тренер взял кольт, запушил телевизор, а там стол накрыт. Бразильский велкам диннер. Бразильский велкам диннер. Что будет теперь? Непонятно. Виннер чикен диннером. Непонятно. Да нет, тут походу все ясно. Тут походу понятно, да? Угу. Хорошо. Какие коэффициенты? Коэффициенты были на ВП в последний раз что-то по 2.75. Сколько? Раунду два назад показывали. Да. Ну пока ноль в атаке, там, наверное, вообще дикие коэффициенты. Не, ну мы на самом деле предупреждали о том, что Фурия умеет играть в дефенс. И умеет играть в хедшот в первую очередь. И в хедшот тоже умеет играть. И Гуэри тоже. Ой-ой-ой. И когда тренер как бы вот так играет, то тут можно и в плей-о выйти. В рынке будет заруба Моу Спортс. Пурия. Сегодня они играют? Ой, какая фаия. Не, они не играют сегодня. Но вообще, я говорю, какая-то заруба жесткая бы. Да, это будут моменты. У нас тут есть уже выход. Вот этого нельзя делать категорически вообще. Так, ну что, у нас они на один раунд хотя бы ВП возьмут за сторону, атаки нет? Мне кажется, что сейчас всех косят. Раз. Так. Ну, не совсем всех. Ну, то есть в итоге этот авиагри пикнул. Чего делать нельзя было. Надо было взять просто своему чуваку голову и раунд бы взял. У нас очень большие были шансы на взятие этого раунда, потому что сетап был отличный вообще у Фурии. Да, типа между просто не дал бы это сделать. Взорвать бы кого-то. Сейвить уже, уходить, потому что я такое диму жевать. Знаешь, что в Бразилии Юрий это очень популярное имя? Что вы? Юрий в Бразилии очень популярное имя. Да? Не слышал ни разу. Ну, я вот не очень много бразильцев знаю, но знаю троих Юриев как минимум. А с чем это связано-то не спрашивал? Понятия не имею в общем. Дотера? Ну, сто процентов. Я не знаю, что вам сказать. Юрий Баттлфьюри, это же классика. Как ты назывался? Юрий, за что? Ну, это было такое. Нет, чтобы вы понимали, Федор вообще жесткий. Подписывайтесь на твиттер Федора. О, это такие шутки. Потому что я вот читаю с удовольствием. Федор не каждый день постит, но когда он это делает, это всегда красиво. Спасибо. Федор, можно прочитать твой сегодняшний твиттер? Безусловно. Сейчас я вам зачитаю, что пишет Федор. Да, друзья, бежим подписываться, чтобы прочитать быстрее. Такого пятого бразильца мы на сервере не видим. Ну да, мы поэтому почитаем Федора. Ну так, сегодня Федя, значит, запустил следующее. Год проводишь отборы на глобальный финал Бласт. Закладываешь 4 часа на бестов 3. Ожидание. Три карты с допами. Реальность. Полтора часа паузы. Ну и, естественно, Якубович. Лайк ставит. Ставит лайк. Как бы Федор ценил систему проведения Бласт про серию. Там сегодня аналитики страдали. А что они страдали? А, они полтора часа ждали второго матча. Там еще такой вопрос. У нас follow-by и no. Окей. Понимаю. Красиво, да, вещать полтора часа. У нас тут тоже что-то много технических пауз. Благо, пока что они быстро решались. Я не хочу счервить, конечно, ничего. Но Virtus.pro решили, что вот сейчас пришло самое время сбить темп. Когда взяли первый раунд. Помните, был капитан у Virtus.pro Алешка Колесников? Да. Знаю много историй про него. Да. Так вот Леха всегда давал своей команде разыграться. То есть, если команда не успевала разыграться, то у Лехи могли пропасть... Винда могла слететь случайно. Могла пропасть винда с компа. Драйвера с видеокарты. Драйвера с материнки. То есть, вообще коп не включили. Просто материнка пропасть в компе. Оперативки не хватает. Ты понимаешь, на самом деле, ну вот как бы это все смешно там и так далее. Но на войне-то все средства хороши. То есть, криминалы... Не побеждали после этого? Только проблема в том, что сейчас ты так не сделаешь. Сейчас какая-то проблема, у тебя компьютер новый через минуту будет стоять. Сейчас, секунду, но я говорю в то время. Это элемент, да? Это жесткий элемент. Это жесткий элемент. Так же, как МТВ, которые просто задолбали всех тем, что после ножей или там уже реально сыграны ножи, уже рестарт. Чуваки просто ставят паузу и встают в круг на пять минут. Так это же старались так делать. Готовы, все, заряжены, но старались так делать. Но сейчас так можно делать. Это заложено. А раньше нельзя было? Это не то, что было нельзя. Это новинка была, чтобы новинку было. Кто так не делал? Это был нонсенс в тот момент, понимаешь? Ты реально сидишь уже, ты заряжен, и все, вот ты заряжен, и чуваки берутся, стоят перед тобой. Пять минут стоят, общаются ни о чем. Ты уже перегорел? Да, они садятся, ты в расфокусе, и они просто тебя тушат. То есть сейчас это нормально. Сейчас как бы эти две минуты, ну, заложенные в две-три минуты. По регламенту? Да, они заложены в регламенте, что после ножа у тебя еще есть там три минуты. Поэтому сейчас это, ну, как бы ок. Но в то время, я говорю, то есть абсолютно, ну, не абсолютно, а многие хорошие команды юзали вот такие вот мелкие уловки, которые им помогали, и я реально ценю такие темы, потому что ты должен использовать абсолютно все для того, чтобы победить. Победить? Да. Да, в победе любые средства хорошие. Особенно Гуэри. Если он у тебя есть. Гуэри жесткий. Ты знаешь, я думаю, что если бы Кубан сел, короче, вместо, там, я не знаю, Пхары, или кто там Пхары. Мича не видно. Вот, который не может зайти, кто это? Пхары. Не, ну Миху нельзя, короче. Звездный игрок. Ну, вместо кого-то бы сел, я думаю, что он наравне бы с Гуэри выстрелил. Отвечаю. Он бы сидел в КТ красиво, давал смочок себе вон вейк под ноги. И смотрел бы на него. Убирал одного, который ставит взрыв в пакет. И просто... Мы все выполнены. Да, и просто мы все выполнены. Да, тренер спрос небольшой как бы. Одного убил, уже кайф. Так, ну вернулся, наконец-то, пятый. Да, так что мы готовы продолжать. Но при этом долго ли это будет продолжаться? В принципе, ВП-то хотя бы один раунд на второй половине взяли. Красиво с плитом на... Да, мы за них очень сильно рады. Ну, Фурия решили двумя авиками ответить сразу. А у Гуэри есть? Конечно. А, тогда все равно. Авик на авик на б. На б закрыто как бы. Пакуйте, включайте нюк уже. Да, вот нюк от Вертусов хочется увидеть вообще какие-то новиночки. А там новиночки жесткие. Там три за атаку берется и 13-0 за дефенс потом. Там ничего нового ты не увидишь. Там примерно вот так обычно шпилки происходят. Не, но Вертуса любят какие-то раскидочки интересные показать. Ну, этот. Так, мокрый. Красиво. Красиво сыграно. Не, ну Скавров-то вдвоем вышли. Ну, и вот тут, внимание, вопрос. Лежит глубокий смок к яме на таймере минуты 25. В коврах смока нету. Почему яма выходит первая? Вижу дым, бегу в него. Не, ну тут я это... Тут коммуникация уже, договоренность, как общаются люди между собой, коммуницируют. Ну, то есть, ладно, поговорю опять в час ночи про серьезный Counter-Strike. Когда у тебя есть разобранный гребаный раунд контакт А, он разобран так, что если смок в коврах, яма выходит первая. Смок в яме, ковры выходят первая. Ну, и от этого зависит. Если смок и там, и там, ну и так далее, бла-бла-бла. То есть, там три опции всего существуют. Как это сделать? По идее, это автоматически должно работать. При глубоком смоке в яму может существовать только одно действие. Мы не выходим вообще. Потому что это смок... Там будут типы. Там будет вот так. Всегда. То есть, это всегда будет вот так. В 95%. Причем, если бы они сейчас даже... Он еще долго убивал первого чувака. Если бы они вышли вдвоем, типа, с двух сторон смока, они бы его разменяли, скорее всего. Ну, да, вероятно. Ну, короче... Просто проскакивают такие темы, типа, которые обсуждаются вообще изначально. Бэсик, ЦС, так сказать, не соблюдаются. Я не понимаю. Мне обидно. Я просто, на самом деле, очень уважаю Кубана. Потому что человек действительно... Легенда. Во-первых, легенда. Во-вторых, он даже в CSGO очень многое привнес как тренер ВП. Потому что их раунды, страты, смоки, особенно на том же Кобле и так далее, использовали все абсолютно в мире команды. Абсолютно все. И когда ты видишь, как его команда играет вот так, то мне обидно за него, честно. Ну, дисбанднуться, может, позовут его, просто куда-то еще тренить. Ну, да. А, так и все, подождите. Что-то... Ну, или в другую организацию подпишут. Ну, да. Но там, опять же, будь ли желание играть, просто... Они сидят четыре месяца в топ-30. Ни вверх, ни вниз не получается у них. Ну, это стабильность, правильно? Ну, да. Стабильность тоже хорошая часть. 20 и топ-30. Топ-20, там какие-то инвайтики еще тебе приходят, а в топ-30... Ну, ты ждешь этих инвайтиков? Ну, вот. Приехал. А тебя Гуэри закрывает. Ну, это говорит о том, что Гуэри не в топ-30, а ты в топ-30. Ну, да. Все просто. Говорит о том, что это, скорее всего, последний турик под тегом Virtus.pro. Логиком. Ну, вообще, ты знаешь, мне все равно последний турик, это не последний под тегом Virtus.pro. Я просто хочу увидеть нормальный хоть какой-то КС, раз уж я его смотрю в час ночи, и я его не вижу. Единственное, то есть... Это впервые? Нет, не впервые, но единственное, что меня радует в этом матче, это то, что я смотрю на то, как играет Гуэри. Реально. Вот отвечаю. Мне нравится. Вообще, тренера играют, и я за них жестко топлю. Нет, я реально жестко за них топлю. Всегда. То есть... Там, Миша Нос там за Na'Vi катал на EPL, и Nuke, который они выиграли в Norse, который в Na'Vi играли тогда очень плохо. Там, Zonic на мажоре и выход в легенды. Да, это жесткий мастер. То есть вот эти вот все матчи, они реально вдохновляют, это реально круто. Поэтому мне нравится. Тут такая закапывает в салат. Малик за G2 как жестко играл. Серега за нас на DreamHack'е. Серега на DreamHack'е, который 18 на 1 с Ави'ком шел на халпе. Это жестко. Не, ну Серега не считается. Серега как бы до сих пор играет в КС. Мы все понимаем, что Серега должен был попадать. Да нет, ну в тот момент он не играл. Вот как Zonic как бы в матчпойнте на третьей карте взял Ави'к и убил троих на кэше на B. Вот это да. Это уровень. Воля. Ну что же, у нас походу последний раунд возможен. Хотя, кто знает, может сейчас камбэк на Virtus.pro. У нас беда. В матчпойнте что будем делать? Раскидку А. Сколько раз раскинули А? Ну один раз, по-моему, был, да? Или сколько? Или два? Нет, не раз пять первых раскидывали. Сколько тайм-аута взяли в Virtus.pro у нас есть такая инфа? После пистиков только. А где-то нам? Ну и технически это вот этот был тайм-аут. Когда вылетал пятый. Ну вот мы видим уже entry-frag неплохой от команды фурия. Вот это выход на А, конечно. Вот это неплохо. Вот это мы понимаем. На Хаешечке сейчас взрывается. Ну хотя тут есть размены снах, правда падает. Не, ну по-моему концовочка. Надо поесть. Гуэри, твой финальный фраг. Оставьте, оставьте. С ножа, с ножа его. Нет, он савика справляется. Вообще можно отметить Винни на самом деле как MVP этой карты у фурии, потому что чел на А отыграл. Очень жестко. 21 у него и в арте, но Винни, учитывая, что Virtus.pro постоянно ходили на А, и он их без шансов там принимал, Винни однозначно MVP. О, смотри, радуется. О, полторушечка завезена была. Красава, лучший братан, да. Зарядился. Так, подожди. Побивались, попили. Вот этот момент, он что-то отметит сейчас? Все в голове. Кто говорит да, кто говорит нет? В уме. Так, подожди, подожди, подожди. Книжка. Опа. Ну-ка. Так, перевернул страницу, так сказать. На нюх, на нюх перевернул. Ладно, потом посчитаю, парни, давайте пойдем. Надо немного отметить, сейчас посмотреть, что у нас в ВП. О, какие камеры, смотри, интересные. Чисто стрим-хата. Стрим-хата. Не, ну реально, не хватает. Кейси есть, ты понял, типа летающая камера, и тут в доме переключается, типа тут полезется, оп-оп-оп-туда. Не, ну это как пролет какой-то. А все же дома, так сказать. Да. Главное, что не хватает все-таки старой вот кухни, когда за кухней собираются сзади игроки, сидят. Летает попкорн. Летает попкорн. Не знаю, что там еще может летать, но это было очень атмосферно и круто. Ну что ж, первая карта закончилась. У нас сейчас посмотрим еще реплеи, может какие-то интересные моменты подметим или интересные истории вспомним. Все-таки это ночь КСа на турнире Summit. Не, ну главный хайлайт этого матча – это клатч Гуэри в любом случае. Ты знаешь, как ты выбираешь плей-офф за матч, типа вот это вот главная сила. Да, клатч был важный и по счету, и по бабкам. И по счету, и по бабкам во всем на сайте вообще. Ну, Фурии надо обыграть ВП и OG, по идее, чтобы выйти в плей-офф. Они могут обыграть. Да нет, там вообще сейчас могут быть такие замесы, что тут вообще не важно кто с кем. Да, в Best of 2, тут же ты же сам знаешь, Фед, что тут… Ну, как бы для Virtus.pro матч начинался вот так. И вот этот раунд красивый. Там был перед этим в наших экранах, когда чел полез в ковры. Ну, вот нож у нас был единственный. Ошибка. Зарезать было. Не, на самом деле, для ВП еще не так все плохо. Если они выиграют свой нюк, на котором шансы у них неплохие, я думаю, будут, то как бы 2-2 за первый день будет вообще отличный счет. Шансы будут однозначно неплохие, но Фурия вообще оригинально – это их топ-2 карта в поле, когда они в полном составе играют нюк. Ну, топ-3, ладно. Не, вообще можно сказать свое становление команды, как претендент на Тир-1 сделали именно на этой карте, когда обыграли Астралис два раза на ИЦС. Когда Астралис шли на рекорд Нипов побить. И случились ауги. А потом ауги выключили, и Фурию тоже, в принципе, выключили. На некоторое время, но теперь они возвращаются. Да, ну и следующая карта у нас… Вот он, плей-офф забыл. Вот он. Нет, ну это… Нет, на самом деле вы понимаете, что там у игрока атаки шансов, в принципе, не было. У Угуэри был еще смок и две флешки в руках. То есть там еще смок под себя, две флешки, и там раунд все равно не берется, скорее всего. Только счастливым случаем. Ну, ВП, да, вот эти красивые выходы, они происходили очень долго. Вот эти две флешки над ямой. Впрочем, не понравились мне Virtus.pro. Это второй Mirage был, и это проблема для них, на самом деле, потому что им еще играть с Mibre, G2 и OG. И все эти команды играют Mirage, играют хорошо. И после таких двух Mirage, как бы, у тебя реально может случиться проблема, потому что против тебя любая команда будет пикать Mirage, становится в яму, когда тебе смок при раскидке, и твоя игра будет на этом заканчиваться, если ты ничего с этим не сделаешь. Ну, при этом у ВП есть хотя бы одна победка уже, наслаждаются непобедой над командой MoSports, на Vertigo, может быть, еще какая-то... Да, но они сейчас могут выиграть Nuke, как бы, все, ничего не потеряно, все нормально. Я думаю, что там вообще за четвертое место, за выход в плейб, будет очень жесткая заруба, если ВП сейчас выиграет карту. Ну, а для того, чтобы, друзья, узнать, выиграет ли команда Virtus.pro карту Nuke, мы уйдем на небольшую паузу, вернемся и продолжим смотреть. За эти команды.